Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. У нас речь о сердце. А сердце – это такой чувствительный орган, который может проявлять себя иногда так, что некоторые люди даже не понимают друг друга. Итак, сегодня тема лекции урока. Человек плачет всегда, когда говорит о своих несчастьях. Чаще всего это относится к женскому роду. Как ни странно, у них слезы всегда наготове. Хотя рыдание иногда смягчает горечь мук. И старые мудрые люди всегда говорят, ты поплачь, станет легче. На самом деле, правда это правда. Почему? Ну, вообще-то слезы – это проявление печени. Печень – это наш с вами дух. Вот так человек изливает свой дух. Либо такой дух живет в нем. Потому человеку, который хочет поменять свой дух, нужно поменять свой образ жизни. Вот и все. Ну, конечно же, при таком разговоре, когда у человека начинаются слезы, рыдание, что? Начинает перебиваться дыхание. Здесь вам, пожалуйста, дыхательная практика в помощь. Ну и, конечно же, что слезы и глаза – это что? Это сердце. Это сердце и душа. Глаза – это зеркало души. Именно душа изливает что? Слезы. Потому здесь очень много нюансов, над которыми человек должен работать, если он хочет избавиться от проявления этого рыдания, от этого слезотечения, которое человек даже не может контролировать. У него уже начинает паника и истерика. Поэтому, если такой человек хочет над собой начать работать, пожалуйста, дыхательная практика вам в помощь, которая что? Расслабит и успокоит сердце. Печень вам в помощь – это состояние духа, меняйте свой дух. Ну и, конечно же, душа. Но душа – это не человеческий продукт. Она только присутствует в нашем теле. Здесь нужно уже искать, что связь с Богом. Причем здесь сердце? Сердце – храм Бога, живого в организме человека. Потому если эта энергетика всегда человека преследует, если эта энергетика всегда человек чувствует, что она начинает угнетать рыданием, плачем, истерикой, и не только. Данная точка В15 Синьшу вам в помощь, данную точку следует расслаблять. Спасибо за внимание.